75 лет организации, главная задача которой – предотвращение глобальных международных конфликтов в продвижении мира и безопасности. 21 сентября стартовала неделя высокого уровня ООН. Весь мир сейчас, естественно, возлагает большие надежды на главную площадку многосторонних отношений и сотрудничества. Все мероприятия из-за пандемии, разумеется, проходят в онлайн-формате. Председателем 75-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН стал турецкий дипломат Валкан Баскар. Вместе с генсеком Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем они выступили с приветственным словом. В заседании высокого уровня участвуют представители более 180 стран мира. От имени Кыргызстана на площадке ООН участников юбилейного заседания поприветствовал президент Сорунбай Джинбеков. Мир сейчас подвергся одному из серьезных вызовов глобального масштаба. Так начал свою речь глава государства, выразив соболезнования всем, кто потерял своих близких и родных. Коронавирус оказал негативное воздействие на социальную сферу и экономику стран мира. Пострадал малый и средний бизнес. Кыргызстан признателен странам-партнерам и международным организациям за поддержку в это тяжелое время. Последствия коронавируса сильно отразились на проблеме внешнего долга. Выражаю благодарность Большой двадцатке и Международным финансовым институтам за решение простановить платежи по долгам. Мы также просим поддержать наше предложение по глубокой реструктуризации внешнего долга в обмен на проекты устойчивого развития. Уважаемые участники, Кыргызстан поддерживает реформы генерального секретара ООН. Важно сохранить принципы универсальности, эффективности и широкой географической представленности малых стран. Отметил президент и то, что Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета безопасности на предстоящие годы. Страна придает большое значение защите прав человека, верховенству права и демократии. Саурон Байджинбеков особо подчеркнул, что как государство-член ООН Кыргызстан вносит свой вклад в ее развитие. Глобальные инициативы в сфере экологии, развития горных стран и сохранения исторического наследия были поддержаны международным сообществом. Кыргызская республика придает особое значение укреплению взаимовыгодного сотрудничества в Центральной Азии. Мы твердо намерены и дальше укреплять отношения с нашими союзниками и стратегическими партнерами. Кыргызстан признает ключевую роль в региональных организациях в решении социально-экономических вопросов и обеспечении безопасности. В этом году мы обсуждаем будущее организации, принципы многосторонности и противодействия глобальной пандемии. Эта тема предельно точно отражает непростую ситуацию в мире. И Кыргызстан готов внести свой посильный вклад для преодоления этих вызовов, завершил свою речь на заседании недели высокого уровня ООН президент Сорун Байджинбеков.